И сегодня у нас в гостях в студии знаменитый, известный художник Ника Сафронов и заместитель Акима области Сакена Цебекович Каннебеков. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы очень рады вас видеть, мы вас долго ждали, дождались. Кстати, уходило очень много слухов по поводу того, что, возможно, вы не приедете, но вы нас обрадовали. Первый вопрос, наверное, к вам. Скажите, пожалуйста, как пришла идея выставки? Нет, сама выставка идея, в принципе, пришла буквально недавно. Мы вот буквально месяц назад с России приезжали, у нас художники приезжали. И вот у нас как бы это появилось такое, у нас буквально на днях открытие было где-то 6 месяцев назад в галерее, где вот прошел полный капитальный ремонт, и в связи с этим мы хотели вот чуть-чуть поразвивать этот, видимо, вот этот сам отрасль. Вот к нашему счастью приехал Ника Сафронов вчера вечером, вернее, позавчера ночью, да, прилетели, да? Под утро прилетели? Да, да. Под утро прилетели, и вчера была встреча, была с Акимом области, именно там как раз в этой галерее была выставка Ника Сафронова. Более 150 работ там было показано. Естественно, для Юга это впервые, надо сказать, действительность. Это вот для уже Южан, это, мне кажется, одно из самых таких значимых событий. В действительности посетили порядка уже все, которые именно занимаются этой творчеством. Вот максимально, я так думаю, уже порядка там, наверное, 90%, наверное, которые любят вот живопись, они вот посещали, и вчера вот с участием Акима области была. Это вот, я считаю, что это в первую очередь сама инициатива была со стороны вот вашей, вас была, наверное, инициатива, вот ваш директор, арт-директор Наталья. Ну да, Христиенко, но все-таки приглашение было с вашей стороны, выставки прошло 10, это 10-я выставка, и после нее она уходит в другую страну, вот, прошла в Казахстане по таким, как Алматы, конечно, Астана, Караганда. Я не везде приезжаю, я приезжаю только третий раз вот сюда, на эту выставку, это город третий в стране, в республике. Я думаю, что было удачно все как бы совмещено и открытие нового зала в музее. А по поводу галереи, скажите, для художника вообще важно, в какой галерее? Ну, конечно, конечно. Я вообще не выставляюсь не в государственных музеях. У меня нет задачи, это ничего сойдет, это идет творческий процесс, идет обмен, как бы, искусствами, творчеством. Сегодня вы были вот студенты лицея Костеева, где-то 150 до 200 человек. Я давал мастер-класс, и талантливые дети, и те, кто начинают только в творчестве себя проявлять, вот, в этом музее. Ну, это приятно, что город работает над тем, чтобы искусство здесь процветало. Они берут самых знаковых людей, приглашают, я знаю, Керкуров, и сейчас будет приезжать и Меладзе. То есть, какие-то знаковые люди посещают. У нас есть задачи, мы говорили с этим областем. И с Акеном по поводу приезда фестиваля, который планируется на будущий год, просит меня поддержать и помочь. Вот, и возможно, приедет Софи Лорен, возможно, приедет Руткер Хауэр, или там известные знаковые голливудские звезды. Так будет, наверное, такой международный фестиваль. И это тоже приятно, что отцы города, вы знаете, вот моя мама говорила, что имеем, мы не ценим, потерявшим, плачем. Вот надо дорожить тем, кто сегодня работает у власти, и те, кто делает все для города, для страны. То, что в городе большом, но в то же время не центральном развиваются такие бурные события творческие, где происходят какие-то важные, ключевые моменты. Я очень от многих отказываюсь от мероприятий, от многих выставок, которые предлагают. Но я очень люблю Казахстан, и для меня это большая честь и радость посетить эту часть страны. В том, я буду приезжать сюда, я буду здесь рисовать, я буду создавать работы на основе вот этого региона. Здесь, я знаю, мы с Хакеном сегодня обедали, он рассказывал про арбузы, я прямо уж, знаете, про дыни, самые уникальные вообще на юге. Бешбармак, видите. Бешбармак, это даже не обсуждается. Ну вот, и все складывается, и город стремительно растет. Я живу в гостинице, которая, ну, одна из лучших, может быть, не только в стране, но и в мире, которая вот процветает и принимает, может, любого уровня людей, от английской королевы до, скажем, Буша, или там, скажем, президента Обамы. Но вот это тоже высокий показатель, когда ты приезжаешь вроде бы какой-то небольшой, как тебе кажется, захолустный город, который ты знаешь по истории со времен советской, а приезжаешь в роскошную страну. Где люди улыбаются, где солнечная какая-то атмосфера, зеленый город, весь процветающий. Я сейчас был в Абу-Даби и в Дубае, с какими силами им приходится бороться, чтобы создать вот этот оазис в их стране. Если отключат там электричество, вся страна погибнет. Здесь наоборот, вот копнешь и вода, все есть, здесь все чудеса света, здесь находится доброжелательная, многонациональная, как бы, страна, где люди с удовольствием живут и не хотят никуда уезжать. Вот это тоже показатель. И главное, что русский язык такой, что даже русским надо учиться, как говорить, чистейший, прекрасный, построенный язык. И педагоги, значит, остались есть, молодые какие-то люди, которые также владеют русским и английским сегодня, занимаются и творчеством, и развитием. Приятно, что люди живут в этом городе и привозят назад свои, как бы, знания, учатся в Лондоне, в Москве, но возвращаются и стараются свою страну продвинуть еще выше. Ну, она на развитии высочайшем. Я вот с удовольствием наблюдаю и уже был здесь в 90-х годах, в детстве был. Ну, мне тоже тогда понравилось. В детстве это, знаете, Алматы, это базар, это тюбетейки, ослы какие-то там, верблюда я первый раз увидел, запах такой невероятный, вот этого рынка, такой хаджина-средина. Это яблоко. Да, яблоки, вообще зеленью, специями. Я понимаю, что хаджина-средина, наверное, тяжел именно в этой части. Ну, и в 90-х я, Мадея, вот тогда впервые научился кататься на лыжах, и вот сейчас я приехал уже с выставками по приглашению Назарбаевой, руководителя этой страны, и был ошеломлен. Я был наблюдателем недавно на выборах, слава богу, народ выбрал то, что надо было, то, что правильно, мудрого, опытного, политика. И я, конечно, я говорил, я буду честно судить, я так и делал, но я внутренне хотел, чтобы все это прошло, и так и оказалось, и я даже не сомневался, и никто не сомневался. Но это были честные, настоящие, грамотные выборы. Народ знает, что выбирать, и знает, и видит на сравнении же все. Мы видим, как другие регионы развиваются, другие республики СНГ, бывшие России, СССР. И вот Казахстан стоит на одном из первых мест. Для меня это очень большая радость. И у нас есть планы здесь, возможно, галерею открыть, возможно, здесь приезжайте, мастер-классы, школа какая-то будет. Ну, вообще, я не хочу пройти быстро и уехать, понимаете. Хочу остаться и быть здесь, чувствовать, что я могу сюда приехать, отдохнуть, порисовать, как-то находиться в неком оазисе и в такой неком релаксе. Приехать, отдохнуть от бытовой такой жизни рутинной в России или за рубежом. На природе вы еще не были, наверное? Я на природе не был, не было пока возможности, но я обязательно вернусь еще раз, я уже за сегодня улетаю. Но для меня это событие внутреннее. Если для тех, кто пришел сегодня на мастер-класс, для них событие, но для меня также событие не меньше, чем для них. Вот, знаете, и погода хорошая. Вот в Абу-Даби там такая жара была, 45-47 градусов, конечно, тяжело, понимаете. Единственное, что все так охлаждается, полы там в храме самобольшом. Вы приедете к нам в июле, а в Абу-Даби будем отдыхать. Ну, ничего, ничего. Зимой все время думаешь о тепле, а летом думаешь о прохладе. Главное, чтобы в гостиницах было прохладно, кондиционер работал, а так мы выдержим. Вы знаете, все самое важное – это люди. Я вот приезжаю в Петербург, знаете, мне очень нравится этот город, и когда вечер, люди смеются, студенты, кафешки, вот только все заканчивается, уходят, свинцовые тучи, эти здания такие ужасные, смотрящие оттуда, смотрят какие-то лица дьяволов, там, чертей, и сразу становятся тоскливо очень. Вот люди, здесь очень хорошие люди, здесь позитивная атмосфера. Так у нас много солнца, у нас не тоскливая. Солнце, люди улыбаются, неважно сколько они зарплату получают, они знают, что будет и больше, лучше, будет дальше. Есть, знаете, есть перспективы, есть надежда, она действительно показывает, что она происходит, изменения постоянно идут. Вот, кстати, у вас самый лучший музей, вот, из всех, где был в Казахстане, отреставрированный. Не хватает чуть-чуть там специального света, может быть, но и такие тонкости, их нет вообще во многих странах мира. Но, вот, если это еще дополнительно когда-нибудь сделают подсветку специально, чтобы она работала на картины, ну, это вообще будет уникально. Хорошие художники. И, главное, знаете, приятно, нет предвзятости, нет ненависти, нет зависти, нет... Вот, и Союз художников дал мне академика, и предлагают помочь в мастерской, и какой-то скульптор мне сделал памятник здесь, казахский. И этот памятник должен стоять в Ульяновске. А я пока против, вот, борюсь с этим внутренним еще состоянием, что как-то памятник при жизни. Но в Ульяновске сделали аллею, там вот такая улица, Ника Сафронов, и я только сказал в разговоре, в беседе с одним скульптором, с группой молодых, так сказать, талантливых студентов, связанных с живописью архитектуры, и вдруг раз уже стоит скульптура. Но для меня тут приятно, здесь все настроено на прогресс, на позитив, на доверительность. И казахи при всей их, так сказать, опытности, мудрости, некое такое лукавство, таком природном, но при этом очень сердечные, очень открытые, очень душевные и очень сентиментальные. Вот к ним хорошо, они тебе в тысячу раз делают. Вот это Восток, понимаете, еда какая роскошная. Мы сегодня за обедом говорили по поводу, так сказать, в Америке, как едят, но просто нет культуры. В метро, в лифте едят, все течет. Кошмар, машины за рулем. В Англии, древнейшая страна, сказалось, богатейшая культура, тоже нет культуры, понимаете, вообще никакой. А здесь есть культура еды. Понимаете, вот это... Я тут встречался с одним шейхом в Дубае, а у вас нет козы? Он говорит, что вы, что вы, лошадей? А потом уже мне тайно говорит, вообще тихонько мы едим. Тихонько мы едим. Уж слишком вкусно. Так что все не так, понимаете. Все, что хорошо. К сожалению, природа так устроена, что иногда приходится, ну вот, пользоваться плодами. Вы знаете, вообще мир сам по себе, сам по себе отстал еще. Он питается, пользуется, ну даже ракеты летают на трупах животных. Нефть, это разложившаяся же много миллионов лет назад трупы животных. И на этом мы как бы летаем в космос. Пока еще мир несовершенен. Но вот его надо сохранить и приумножить, и сделать его более красивым. И вот такие маленькие такие оазисы в мире, такие как Казахстан, и дают веру в то, что будущее будет прекрасным. Понимаете, где-то воюет, где-то... А вот Казахстан всегда открыт, Назарбаев всегда демократичен, всех всегда пытается примирить. Я даже делал Меркель и этого Аллана, чтобы подарить, и даже взял какую-то картину. 54-й год, украинский художник. Там вечер, и на картине написано «С Россией, с Москвой навеки навсегда, украинский народ». Сейчас воюет, понимаете. Вот Казахстан делает все, чтобы примирить всех, чтобы они жили в дружбе и согласии. И мне это очень приятно, понимаете. Вот они являются некими дипломатами и соединителями между другими даже нациями. Можно вопросы задать? Дело в том, что мы попросили наших телезрителей прислать нам вопросы. Всех интересует ваша личность. А первый вопрос. В каком возрасте вы провели свою первую персональную выставку? Я уехал после армии в Паневежис. И там в кинотеатры в одном, это был 76-й год, сделал первую свою выставку. Потом была вторая в Вильнюсе, вторая в музее уже. И я продал картины. Вы знаете, художники часто бывают романтиками. Они там ждут вдохновения, они ждут, когда им так приятно, они рисуют, все на них смотрят, ах. На самом деле это огромный труд. Это огромные, тяжелые, рутинные работы. Это обязательность, это духовность, это профессионализм. Все это надо учитывать. Я всегда говорю, ребята, идите тогда в шахту и работайте, четко получите свои 30-40 тысяч рублей. Но если вы хотите быть художниками, талантливыми, способными, продаваемыми, нужно работать. Для этого очень много нужно. Можно ли, на ваш взгляд, из посредственного художника, вложив деньги в рекламу, в его раскрутку, сделать из него звезду, когда будут больше покупать не его искусство, а его имя? Наверное, можно. Сегодня все можно. Если раньше это было невозможно, то сегодня это все допустимо, понимаете. Можно открывать рот сегодня на экране и не петь вообще. И любой человек может стать певцом. Но для этого должно быть грамотно. Но это все временное. Для меня такое понятие живопись, знаете, все-таки, вот вы обладаете чувством восприятия прекрасного, но вас отняли память. Вы не знаете, кто такой Веласкес или там Малевич. Вы все равно идете к Леонардо. Идете к Рубенсу. Идете к каким-то вещам для вас приятным. Вы не пойдете к черному квадрату Малевича. Вы даже не поймете, что это такое. Какая-то черная доска на ней что-то там... Вот это уже внушается, это уже пропагандируется. Как Геббельс, если тысячу раз сказать ложь, то она становится правдой. Но это не есть искусство. Понимаете. Вот Брегель, Питер, его очень любили. Странные, сумасшедшие, богатые люди. Но художники над ним смеялись. Говорят, ты идиот, ты там это, какую-то ерунду рисуешь, какие-то иллюстрации. И когда его не стало, еще лет сто говорили, ну ты как этот идиот Брегель. Прошло 250 лет, его забыли вообще на 250 лет. Достали его в 19 веке и поняли, что он гений. Цвет, форма, вот эта метафора. До сих пор пытаются понять, что он хотел этим сказать. Вот искусство должно быть таким, чтобы через тысячу лет, открыв просто мир, открыв как бы он за куполом был невидимым, ты идешь к тому, что тебе приятно. Идешь к красивой девушке навстречу, идешь к красивому зданию и так далее. Идешь к красивой картине, которая тебя радует, вызывает у тебя какие-то эмоции. А раскрутить можно что угодно, но оно должно быть все время муссированным, понимаете? Для кого пишет художник? Для людей. В советское время, вот когда мы еще были молодые, всякая, была такая пословица, если два друга в Грузии не увидели твоей машины, она еще не куплена. Мы пишем, конечно, для людей. Человек, который говорит, я пишу для себя, он либо в палате номер 6 сидит, если он правду говорит, либо он лукавит. Мы все делаем для людей. Понимаете? Представьте, что вы одна в мире. Вы можете пойти к английской королеве, так сказать, ее уже не будет, конечно. Взять ее корону, надеть самым большим бриллиантом, поесть в самом лучшем ресторане, ездить на самой дорогой машине в мире. Но для кого? Вы через неделю закончите жизнь самоубийством, потому что мы живем для людей, искусство принадлежит людям, народу, тем, для кого мы. Иногда оно шокирующее, которое называется сейчас перформансами, инсталляциями, акционисты, такие тоже называют. Вот эти девочки в храме получили какую-то кандинскую даже премию. Один забил себе свои неприличные места, забил к брусчатке на Красной площади. Это не искусство. Это шок для людей нормальных, для людей, которые более-менее понимают, как вилку с ложкой держать. И для них это является нарушением внутреннего такого вот. И они начинают шокироваться, это уже отработало, понимаете? Поэтому нужно все-таки воспринимать искусство, то, что может ребенок сказать, это красиво. А если это голый король, он скажет, а мама, ну он же голый, зачем ты мне говоришь, что я не вижу этой одежды. Вот это и есть искусство. Оно как бы с одной стороны простое, чистое и наивное, с другой стороны оно воспитывает внутренние чувства, и ты уже созрел для того, чтобы воспринимать вот это искусство или это искусство. Но оно не должно быть сложным, запутанным, обманным каким-то таким. Вот один в Китае, да, один в Китае Ван Вэй взял вазы две с лишним тысячи лет назад, разбил и назвал это «Семечки». Американцы этот ролик тут же купили, понимаете? Вот чтобы разрушить и то искусство. Они уже добрались до России, Украины, сейчас пытаются в Китае, так сказать, свои амбиции и свои комплексы перевести. Но это неправильно. Искусство пишется для людей, понимаете? И лучше, чтобы оно было настоящим. Я читаю Лескова «Очарованный странник», и я с ума схожу. Вот, или там «Тургенево». Сегодня это бульварный чтиво, который вот выбросить просто так. Оно засоряет мозги. Сегодня включаешь телевизор, а там непонятно что происходит. И это тоже делается часть культуры, субкультуры. Вот, и искусство, литература должно быть опробировано временем. Понимаете? Вот, если я напишу лучше, чем Леонардо, это да. Если я лучше, чем Толстой или Тургенев, вот это да. Когда вот, понимаете, она убила, ее зарезали, ее утопили, ее изнасиловывали, вообще кошмар. И эти люди читают, потому что они, знаете, людей опускают, они уже живут в этом, они уже не могут с собой справиться. Это как наркотик. Это вредно, но люди колются. Но время покажет и расставится по своим местам, да? У нас-то более ста музеев мира картины. У нас проблем, надеюсь, нет. Древние веки говорили, если человек при жизни заставил говорить о себе, то он будет существовать, пока мир существует. Диоген лазил в Боечку и патировал. Хотя каждый второй был философ. Но мы знаем только Диогена. Надеюсь, что нам повезло в этом. Спасибо вам большое, что вы были в нашей программе. Спасибо. К сожалению, время ограничено, и у нас есть такая хорошая традиция. Наши гости желают нашим телезрителям всегда что-то приятное. Сокремен, пожалуйста. Да, в первую очередь, действительно, я бы пожелал нашим телезрителям успехов. Пройти на выставку, не забудь. Да, у нас, действительно, выставка не только идет в галереи, еще идет в гостинице Риксос идет. Поэтому, я считаю, в первую очередь, я бы хотел вам пожелать творческих успехов. В действительности, Дюк у нас доброжелательный. Всегда рады вас видеть. Ваше новое творчество всегда бы готовы здесь увидеть еще раз. Поэтому, желаю вам, нашим телезрителям, всех-всех наилучших благ, чтобы в действительности вы могли нас радовать, и мы бы постарались бы побольше о вас узнать. Спасибо. Я тоже хочу пожелать здоровья, удачи, благополучия. Я не буду, скажем, оригинальным, но скажу ангел-охранителям во всех делах и начинаниях, а у людей их должно быть много. И чтобы у людей все исполнилось. Любите свой народ, свою страну, свой город, и, конечно, друг друга. И тогда у вас все будет замечательно. Возьмемся за руки, друзья, как это было нормально в советское время, когда мы дружили все. Казахи ехали в Москву, мы ехали в Казахстан, в Азербайджан, в Туркмению, в Армению и так далее. И все жили нормально, все были счастливы. Может быть, не так богато, как в Америке, зато у нас все было. У нас была любовь, друг друга, уважение, что сегодня теряется. В Казахстане это есть. И вы делаете все так, как нужно. Правильно. И, слава Богу, СМИ поддерживает это. И идет все на позитиве. Удачи всем. И храни вас Бог. И еще по одной нашей традиции мы дарим всем своим гостям свежий выпуск газеты «Рабат». Все. Мы рады. Балуйте вы нас. Вы так разоритесь на нас. Получаем еженедельно, как положено. Читаем здесь все свежие новости. Да. Ежедневные, которые у нас происходят на юге. Поэтому спасибо. Спасибо огромное. Горческий успех вам тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.